Всем привет, с вами снова Диана, и сегодня будет другой эпизод Q&A. Кто понял, к чему я сейчас референс сделала? Молодцы. Ну, вообще, на самом деле, серьёзно, сегодня будет новый эпизод Q&A. Это те видео, в которых я отвечаю на ваши вопросы. И если кто не знает, эти вопросы мне нужно написать вот сюда, ко мне на Ask, и поместить их с хэштегом Q&A. Так что, да, давайте начнём. И первый вопрос звучит так. Ты всегда прекрасно выглядишь, такие ноготочки всегда красивые. Смайл-бейс. Что я так на тебя смотреть? Смайл-бейс. Когда всё успеваешь, и составляешь никакой нибудь рестораном дня. Спасибо большое, но на самом деле это неправда, потому что, конечно, перед вами я всегда пытаюсь выглядеть презентабельно. Иногда даже только для того, чтобы снять видео, я окрашена. Но сегодня это будет так. Но если бы у меня видеть в школе, я буду выглядеть не очень. Хотя я вообще считаю, что каждому человеку, неважно, это мальчик или девочка, им нужно будет всегда презентабельно. Верить в другим. Почему? Потому что тогда эти люди принимают совсем по-другому. На моём примере мне было бы приятнее общаться с человеком, у которого пухнутая голова, востреженные ноги, у которого изо рта не пахнет и ничего. И как бы это такие элементарные маленькие вещи, но в итоге потом получается гораздо лучше и вам, и человеку, с которым вы договариваете, или с людьми, которым вы оттягиваете. Оставляю ли я какой-нибудь распорядок дня? На самом деле нет, но да. У меня есть вот такой вот блокнот. Блоткнот? Уислексия. У меня есть вот такой блокнот с космосом, потому что космоский вид. Ну и как бы мне просто нравится полностью. И тут у меня, так как у вас сейчас остечивать будет, я просто тренирую и как бы сюда прям, сюда прям и положусь. Теперь я с к страницам, идиот. Календарь месяца. И он пустой, то есть абсолютно, люди самому не понятны даты, но уже с ним не находитесь в месяц. И я люблю вычеркивать деньги. Очень-очень сильно, потому что я очень жду, когда я убью свою христи, убью свою семью, убью свои друзей, которые в России. И вот, когда я подчеркиваю деньги, я так вот себя чувствую гораздо лучше, что скоро будет день, когда я все подчеркиваю. Также я тут пишу, что нужно сделать в этот день. И если я это делаю, я это подчеркиваю. Если я это не делаю, я это не подчеркиваю. Но доказано психологами, что когда ты подчеркиваешь что-то из своего листа, как бы оно себе помогает стать мотивированным, что ли, и как бы продолжать это делать. Потому что когда ты подчеркиваешь, ты получаешь эту дозу satisfaction. И как бы хочется делать что-то еще дальше, да? Вот. Потом беру несколько страниц. Тут идет расписание понедельник, вторник, середина, штырка. В общем, все в неделе. Там я обычно пишу домашние роворы, потому что я, так как я уже сказала, я люблю вычеркивать все. И я люблю просто знать, что мне нужно сделать и что мне надо делать. И вообще я начала это делать только в этом году. И это очень помогает сейчас. И последнее, сколько страниц ждет, они только пустые. И там я ничего не пишу, потому что я не люблю глининки, они уходит, у меня нет предметов, которые мне нужно писать. У меня расстраивает огня, и так вот я себя организовываю немножко. Опять-таки говорю, что я начала это делать только в этом году. И оно мне безумно нравится. Следующие несколько вопросов отвечают так. Правда ли, что в Корее большинство детей наносят одну и ту же одежду два дня подряд? Нравятся ли тебе дорамы? Чем они тебе нравятся? Прочтение отдаешь американским или корейским сериалам? Что ж, отвечаю на первый вопрос. Правда ли, что в Корее большинство людей не наносят эту одежду? Вообще, это как-то и в России, как и в Америке, где-то мне кажется, что есть мир человека. Например, я не могу одевать одну и ту же одежду, один и тот же аутфельт, скажем так, два дня подряд. Мне просто вот неловко. Кажется, будет у меня все узнают, будто бы они такие, и она обширяет все одевалов. Поэтому, да, я не знаю, как в Кореецей так это делают, но на самом деле, это больше от человека здесь. Ничего тут я рассчитываю. Все равно я спрашиваю. Нравится ли тебе дорамы? Нравится. Но не клише дорамы. Последняя дорамка, кстати, которую я смотрела, это была... Кентанас Арния. That's okay, it is love. Хорошо, это любовь. Потому что она была такая интересная, был очень сюжет интересный, как обычно. Были именно герои интересные, а котешка-сеста вообще переколепна. В общем, мне нужно пора с этой дорамам. Так, заметочку. Кто меня не спрашивал, но я захотела это сказать. Чем они мне нравятся? Потому что в них есть все, как бы, не знаю, в них можно и попагать, и посмеяться, и устрашиться, и сказать, и уж что это такое. Как бы, там есть все жанры вот так вот скручены. И они что-то знают здорово, поэтому не нравится, потому что там есть все. И отдаю ли я предпочтение американским на лекаре? Потому что американские сериалы, они умные. Они смотрят, если их сериал получают хороший, гостивный, как бы, пидбэк. и они снимают второй сезон. Но с корейскими сериалами их это не происходит, потому что они выпускают, ну, штук, ну, штук, я не знаю, штук 100, наверное, в год. Я так говорю, что веки в год. Штук 100 в год, и там бывает, вот, наверное, три хорошие, которые я просто обожаю, и которые я хочу посмотреть в предложении, но продолжения нет. И как бы, меня это очень зачаривает с американскими сериалами, все, которые я смотрю, у них всех есть сезонный сезон, и это безумно классно с одной стороны, но с другой стороны, это как сплетнице, я уже запуталась на коме сезоне, я просто взглянула это и решила, что я не буду смотреть. Следующие три вопроса и последние три вопроса. Какую обычно еду ты готовишься на школу на завтрак? Скажи, какие фильмы ты бы посоветила посмотреть? Какие тебе особенно нравятся? Первое. Какую обычно еду я готовлюсь на школу? Я очень стараюсь завтракать. Это как бы тоже в этом учебном году как бы... Я не знаю, почему я начинаю дела делать с учебного года, а не с нового года, это очень странно. Ну ладно. В этом учебном году я очень стараюсь кушать завтрак, потому что, наверное, когда у меня четвертый, у меня когда уже второй, третий, урок заканчивается, у меня уже живот так вот все там переворачивается, мне плохо становится. поэтому я очень стараюсь кушать. И на самом деле, быть честной, вот прям честно-честно, я не успеваю много вещей делать в завтрак, люблю накрасить так вот с расстановкой, так вот с мусочкой, вот так вот так вот так вот все. Поэтому, как бы иногда, я просто не успеваю себе сделать завтрак, и я ем хлопья, и ем йогурт с чем-то, с хлопьем. Ну, тоже, более-менее, но я пытаюсь это кушать. А если это как бы выходной день, как сегодня, допустим, сегодня что я скажу? Я себе сварила гречку, пожарила пищницу, намерзла себе ледушку с изюма, и заварила себе зеленый чай. Скажу вот так. Расскажи, какие рисуют ты бы посоветовал по сутбе? У-у, это дежливо. Пекло. Я вообще не люблю сайфай, но не знаю почему, этот фильм очень как бы засел у меня глубоко в тиши, и есть там одна стада, к которой я постоянно встречаюсь, она мне очень понравилась. Потом, из недавних фильмов, которые вышла, начать сначала, мне понравилось, потому что там нет не такой, какой-то прям вот сценария такого, что-то путь, и кто-то просто посидел, просто путь, просто сладился, посмотрел на это, все эстетически удовлетворился, и вот, хорошая музыка. Так что, начать сначала, пекло, и ребятки, Maze Runner. Понимаете, проблема в том, что я уже какой-то смотрю все фильмы на английском языке, поэтому я не знаю, как они типа называются на русском, поэтому я его сейчас буду говорить. Бегущий в лабиринте. Hands down. Это просто, это... Во-первых, конечно, я уверена, что такой хороший фильм получился из-за того, что отличные книжки, которые я, я не читала, мне все говорят, что везде опять это прочитать, но фильм был офигенный, я на него ходила два раза. Один раз одна, другой раз с друзьями, ну, как бы, я любую ходить, да, не знаю. Вот, и это был замечательный фильм, если он у вас еще идет, пожалуйста, посмотрите. Я уверена, что они все сдохнут, потом в конце, потому что, как бы так происходит, здесь все такие фильмы, что из-за кем-то, то есть вот этими голодными играми, но я буду наслаждаться этими этими-то тремя частями, настолько, насколько я могу. А, тёрткий состав, вы это видели? Вы их видели? Лихунки. А этот был посмотрите, пожалуйста, в бегущем лабиринстве у меня было безумное, 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 безумное. Любовь с этим девять. При первых, наверное, потому что он очень, знаете, так тебя встягивает быстро, и ты не понимаешь, что происходит. Ты минут 15 сидишь и пытаешь вируси, что происходит. И просто все сидели с комфорном и с колой и ничего не делали. А потом она смотришь, что она будет хих-хих-хих. И потом опять такой полчаса, короче, никто ничего не трогает. Ну, в общем, это было бы не было. Да, так что, да, это все вопрос на сегодня. Надеюсь, я не слишком много разговаривала сегодня в доказательстве. Я пойду снимать еще много-много-много, потому что сейчас 12 часов дня. И я планирую снимать хотя бы молодача, чтобы было бы, когда я не терял, чтобы я в дом могла положить, потому что следующая неделя будет очень жестко и очень ужасно, и безумное количество брейдов и экзаменов. Так что, да, если вы хотите попасть в мой следующий выпуск, Q&A, пожалуйста, напишите мне вас, кину ссылку внизу, кину ссылку сюда, как бы, просто напишите, хорошо? Я думаю, что скоро будет блок-викс, и посмотрим, что это стало. Ладно. Я вас люблю, всего хорошего, па-пай!